Так, я очень рад, как вы упомянули сегодня, первый раз, когда я принимаю участие на заседании конференции епископов, это римо-католические епископы. Вчера была встреча общая католических епископов в Украине, греко-католиков и римо-католиков. И это ежегодная встреча, и она очень важна и очень интересна, потому что, когда мы встречаемся вместе, чувствуем дух один другого, и тогда мы знаем, где помочь, где есть вопросы, переговорить. То есть даже сама встреча уже вносит большой вклад, а для меня, как мунция, это самый важный момент работы с церковью, потому что я хочу помогать епископам, и тоже мне нужна помощь из епископов. Чи вы уже мали какие-то конкретные, например, для них пропозиции для співпрации, или какие-то такие моменты, с которыми вы уже подготовлены пришли, чтобы с ними поделиться, чтобы вы только слушали на разу? Так, ну, конечно, есть очень много тематик, касающихся и пастырского окормления, но есть такие, о которых можно упомянуть очень коротко здесь. Вот, например, мы, конечно, все ждем, чтобы Папа Франциск приехал в Украину. Ждем. Что это означает ждать? Это означает молиться, чтобы Украина сама, как народ, ждала, готовилась. Конечно, оставляем это решение у Папы, но ждем. Но это означает тоже готовить уже народ. Это означает что? Означает тоже объяснять кому неясно, неверующим или верующим из других церквей, что Папа может привести. Папа обычно, он приезжает для того, чтобы принести радость и мир. А в сегодняшний день в Украине что нужно? Нужен мир, потому что нужно защитить, защитить страну, защитить государство, вместе строить государство и независимость. И здесь нужно совместно работать, чтобы и политики были сильными, чтобы те, которые идут, себя отдают для народа, чтобы были такими. И здесь уже духовной работы очень много. Начиная с молитвы. Молитва, да, мы можем сказать, молитва это ничто. Молитва очень сильная вещь. Когда мы разговариваем, когда понимаем, какими являются проблемы, когда мы знаем для чего и за что молиться, молитва тоже становится сильнее. Начинаем с этого. Другая вещь это мир. Для Украины, которая воюет, мир очень важный. И мы очень хорошо знаем, что для политиков это нелегкая задача. Очень нелегкая. И здесь церкви, и католическая церковь, и другие церкви, мы очень хорошо знаем, что наш вклад, духовный вклад, потому что мы знаем, что Иисус Господь, Он приносит мир, настоящий мир. Этот вклад очень важный. И об этих вот общих вещах мы говорили и додавали сильный акцент. И потом, конечно, был ряд уже более таких конкретных вопросов, но они, конечно, остаются на уровне конференции епископов, не для широкой публики. Но это очень, можно сказать, интересная работа и очень важная. Вы также сегодня разом молились, епископы на Братарску мали зустричь, чули тоже про стан деецезии, чем деецезия живут, так как епископы рассказали тоже про те деецезии, которыми они опекуются. Ваши особистые впечатления от этой зустричи? Вот ваши такие особистые переживания. Конечно, я многие вопросы здесь знал, потому что уже работал в Ватикане об секретариате и я занимался вопросами, в том числе и царик в Украине. И более-менее эти вопросы были знакомы. И то, что очень ясно, то есть даже разница между регионами Украины. Но то, что очень важно нам самим знать, что разница – это тоже богатство. Тогда мы видим, ага, тут так, в другом регионе так. И мы обогащаем друг друга. Это обогащает даже тоже меня, как Нунси. И я тоже понимаю, как часть моей миссии тоже помогать епископам увидеть эти богатства, которые являются у одного, как опыт, который можно передать друг другому. И тогда, когда разговариваем, разговариваем вместе о разных вопросах, касающихся призваний, касающихся и жизни церкви, и молодежи, и призваний, мы помогаем друг другу, не остаемся на едином. Это, я бы сказал, это самый важный аспект. Помогать друг другу на такой встрече, как епископская конференция. То, что интересно, мы все знаем, что католики в Украине не являются большинством. Но это украинцы. Некоторые украинцы, они говорят на украинском, некоторые на других языках. Это украинцы. Они все работают и духовно, и материально для той же самой страны. Значит, тогда все мы хорошо знаем, что та работа, которую делаем тоже в церкви, та духовная работа, она помогает тоже народу. Это нужно каждый раз тоже для самих себя вспоминать, что это не только духовная работа, это тоже вклад, вклад и в государство, и в общество. И мы знаем, что несем не что-то такое, мы несем не только разговоры о том, что есть молитва, то, что есть грех, что есть благодать. Мы несем тоже понимание, понимание, свет. И знаем, что несем что-то очень позитивное, несем наш дар, наш вклад в Украину. И поэтому я вижу, когда смотрю в глаза епископов, я вижу, что глаза, они горят, горят этим, чтобы нести, это надежда и ожидание, вера. И мне хочется чего от церкви в Украине? То, что я уже нахожу, есть очень немало активных католиков, потому что церковь, это не только епископы, священники, но и миряне, потому что мы вместе являемся сильны. Поэтому сейчас тоже проходит синодальная дорога, синодальный процесс, в котором мы, когда все вместе участвуем, тогда слушаемся, какие у нас вопросы. Но, конечно, потом у епископов есть задача, чтобы следить за этим процессом. И вот то, что мне хочется увидеть в церкви в Украине, это смелость, мужество. Когда молодые люди приходят в храмы, чтобы видели, что это сильная церковь, сильная внутри. Снаружи не так важно это доказать, но внутри это очень, есть сила. И чтобы молодежь нашла здесь и радость, и храбрость. И тоже, чтобы эта церковь всегда вспоминала, что мы не только для себя работаем, а тоже для общества. И еще одно такое вопрос, которое тоже турбует мирян. Наши церкви тоже бракуют епископов. Мы знаем, что втрачаем епископов, кроме того, церковь тоже увеличивается. Это наш позитивный процесс, что нас станет больше. Чи вы, выполняючи свою дипломатичную функцию, будете приглядаться до новых кандидатов на епископство в Украине? Конечно. И кандидаты, они тоже возрастают из той же среды, которая есть. Потому что, когда церковь знает, что у нас в руках. У нас в руках Иисус, сам Бог. Мы в Его веруем. Тогда как, как Папа Франциск тоже в письме, в котором объявил год святого Иосифа, который будем заканчивать через две недели, он говорил, вот эта чистота святого Иосифа, он не для себя все делает, для младенца. То есть, тоже мы, священники и епископы, знаем, что работаем не для себя, а для блага всех. И это есть наша сила, это есть наша смелость, потому что тогда мы внутри носим и имеем смиренность, большую смиренность перед Богом. Но перед вопросами, выкликами, которые являются в обществе, тогда у нас есть смелость. Потому что нам не нужно, чтобы кто-то нас поощрял, чтобы кто-то говорил, что согласен с нами. Нет, мы знаем внутри, что мы говорим правду, истину. Тогда у нас смелость уже есть внутри. Вот такие, я думаю, нам нужны постоянно и епископы. Мужественные, смелые, вдохновленные. Прошу поделиться такими основными, первыми подсумками первого дня заседания конференции и епископата Рима Католицкого. Какие будут вопросы? Какие, возможно, уже первые резолюции на нем? Ну, я думаю, что наиголовнейшая радость, в каждом разе я маю таки вражение, это то, что в нашем заседании впервые взял участь апостольский нунций архиепископ Исфальдас Кульбокас, которого мы очень долго ждали. И он, как представник Папы, передал нам витание, благословение от святого отца. И его присутствие в Украине очень важна, потому что тогда больше и лучше коммуникации происходит между епископами, деюцезиями и апостольской столицею. Мы тоже были информированы, насколько святейший отец цикавится, Украина ее любит и турбует. Большое количество наших проблем, разных переживаний, тривог разделяет. И мы тоже выразили свои прагнения, которые были нашими прагнениями, Римская католическая церковь, также греко-католическая церковь, когда это было совместно, чтобы святейший отец смог бы, как мы могли, найти нашу страну. И мы хотим про это молиться. Что касается первого дня, кроме этой встречи с апостольским нунцием, произошла уже встреча с президентом и генеральным секретарем Карита Спес, который представил очень много деятельностей за эти годы, теперь недавно, особенно этот период пандемии, который был очень тяжелым, но тоже открыл новые возможности, помощи для потребующих людей. Деяльность Каритаса насправді насправді є різноманітною, и очень много детей, молодых, старших людей, хворих людей охраняты опекой Каритаса, за что мы вдячны Богу, что мы имеем такую организацию, а также представил стратегическую платную разведку на ближчие годы. И мы рады, что мы имеем какие-то перспективы, и что эта деятельность будет только развиваться и расширяться. Закончуется уже майже официально рік Святого Йосифа в нашей церкви. Какие-то подсумки, чи уже были озвучены, чи добро церква прожила этот рік, чи были втеленные заходы, которые были заплановлены на этот период? Может быть, где уже какие-то молитвы? Я недавно мав встречу с святскими вирными, которые делились досвидом этих лет, которые мы пережили, потому что был рік молитвы про покликание, а теперь рік Святого Йосифа, который мы переживали. И это интересно, потому что, кажется, это можно каждый год оглашать что-то, но я вижу, что, наверное, Бог как-то прихильно смотрит на наши желания, и каждый год приносит что-то очень новое. И мне, в основном, эти люди говорили про то, что насколько в этом году более глубоко, напевно, пережили, что это таки дар батьківства, что означает роль человека и в родине, но и в церкви, в церкви, в парафии, насколько она необходима, насколько она важлива. И тоже эти инициативы, которые были в этом году, например, поломничество фигур святого Йосифа по родинам в парафиях, потом загальноукраинское поломничество в сантуаріуме святого Йосифа в Гнівене и другие инициативы. Те же, что мы запланировали, мы все могли это осягнуто. И думаю, что тоже будет возможность, и уже сейчас можно всех запросить на поломничество, которое будет на закончение святого Йосифа в нашем национальном сантуаре в Бердичеве 8 грудня о 12-й године. Все эти вещи нам удалось сделать, и думаю, что очень много подарков мы получили. Мы уже начали порушиваться в заседании конференции. Идем? Слава Иисусу Христу! Слава на ике Богу! Хочем вас запитать про то, как сподобалося вам, как вы прожили реколекции и духовные вправи разом с своими співбратами из Украинской Греко-Католицей Церкви. Чи вам сподобалося, чи были какие-то такие речи, которые вас особо защитили военнослужащие в Украине? Я очень дякую Богу за этот время, который мы пережили вместе, переживая реколекции. Реколекции были интересные. Они были интересные тем, что, во-первых, конференции были короткие, по пів години, и они были очень насечены библейными текстами, насечены библейными постатями. Можно сказать, так как подкрасил один из Владих, что реколекционист говорил очень коротко, но очень много. И много было таких думок, которые помогали как-то заглибить в своем сердце на отношениях я и Господь. Потому что пастор есть тот, который чувствует Бога сердцем и также чувствует тех, кого ведет, чтобы идти с Господом в том направлении, куда кличе Господь. Поэтому в этом году были проведены цели реколекции. Еще раз подкраслю, очень благодарны и очень помогны для меня. Чи был при этом реколекции такой момент налагодить какие-то контакты братерские, навязывать такую обычную дружбу? Так, окрім спільної святої меси, окрім спільних молитвов, окрім спільних слушаний конференций, також приймання їжі, тобто сніданок, обед, вечеря, також було можливість ще під час кави, під час таких перерв, поспілкуватися, познайомитися, обоговорити, які там питання, взагалі поділитися тим, чим живе єпархія даного владики, чи там ситуація, яка в країні, чи яка і в світі. Зараз, вже сьогодні, триває фактично перший день засідань, конференції єпископів, як вам сказав владика Широкорадюк, все заплановане, тому відбувається згідно регламенту, але є якісь, напевно, питання, які виникають, скажімо так, незапланованим, щось, що турбує церклю, в той конкретний момент. Чи є якісь такі питання кризові в церкві, які би ви хотіли підняти, які би ви хотіли вирішити під час теперішньої зустрічі? Зустрічі відбувається згідно порядку, по-перше, таке є знайомлення з Нунцієм, він більше знайомиться також з єпархіями, які ми представляємо. Також піднімаються питання такі щоденні, але ще попереду, ще сьогодні, після обіду, буде багато питань і також на завтра назначені також багато тем. Думаю, що всі теми, котрі ми піднімаємо, всі стосуються життя католицької церкви тут в Україні, але також і те, що стосується загальної ситуації в світі і через такі спільні спільні напрацювання випрацює спільне бачення також вже побачимо, який буде кінцевий результат, що потім представили пресекретар конференції єпископі України. Дуже дякую вам. Дякую. Ви бажаємо плідних обговорень і вирішень позитивного гарних питань, які церкву нашу підтримує. Дякую. Дякую вам. Славася. На віки слава. Всевжди раді бачити вас в нашій імпровізованій студії. Поділіться, будь ласка, з нами, Вадико, тим, як ви пережили реколекції, спільність з єпископами Української католицької церкви, чи вам вам сподобалося, чи щось? Промовило до вас якийсь особливий спосіб? Як ви взагалі їх відчули? Ви знаєте, перше, що я так, я би сказати, пишаюся тим, що єпископи, ремо-католицькі, греко-католицькі збираються разом на реколекції. Я не знаю, чи де ще є таке, чи де в якій державі різні конфесії збираються, щоб разом молитися, разом проводити такі дні, можна сказати, молитову, правда? Це дуже важливо. Оце перше, що радує. І знаєте, це кілька днів панує така тиша, люди моляться, священники, єпископи, знаєте, всі так якось трошки задумчиві. І друге, що в ній свого був, звичайно, проводив звиклий священник, монах, який поділився своїм таким священницьким життям. Дуже просто, абсолютно не дивіться на те, що він промовляє до єпископів, а так взяв такі, знаєте, приклади, навість такого пастерського, може не пастерського, а пастушого свого життя, як він колись пас вівці і так далі. І дуже багато порівняння Старого Завіту, наприклад, який акупас вівці, які мови проблеми. І дуже легко це порівнював з нашим душпастерством, яке ми сьогодні проводимо для наших людей. Просто, дуже гарно, а знаєте, все чудово, геніально в простому. І якраз ця простота відчувалася на таких реколекціях. Ну і багато таких прикладів було, знаєте, таких життєвих. Ну і головне, був час на відпочинок. Ви знаєте, реколекція – не тільки молитва, не тільки роздуми, а теж час на відпочинок. Ми завжди не маємо на себе часу. А тут нас, як би, змушує ситуація найти на себе час. Час подумати, час помолитися і час відпочити. Оце відбулося дуже гарно. І крім того, після реколекції була обратня зустріч. Цього року вона була дуже спокійна, тому що ми говорили про такі речі, як синодальність, про яку Папа так наголошує. І ми хотіли почути, як це роблять наші співбратери-католики, як вони роблять ці синоди, будуть проводити. І поділитися своїм, що ми робимо. Оця синодальність, хотілося б використати цю ситуацію для добра церкви, щоб це не зашкодило, щоб це не пішло в якусь іншу сторону. А така правдива церковна синодальність, яка приносить добро для церкви і для хвали Господні. Як виглядає, що церква католицька в тих наших теренах має шанс бути оплотом для Вселенської церкви? Бо ми все ж таки ближчі до традиції. Так, ми ближчі до традиції. І треба сказати, що, наприклад, наші співбрати візантійського обряду, греко-католики, вони ще більш такі, в доброму значенні, концентративні, щоб зберегти те, що ми маємо. Дуже про це дбають, щоб зберегти те, що має церква, а надбати щось краще, надбати щось нового. І це дуже важливо, щоб ми не спішили втратити те, що ми маємо. Бо захід пішов задалеко. Давайте спочатку ми розгубимо те, що ми маємо, а потім буде набувати чогось нового. А тут ні. Треба зберегти те, що ми маємо, доцінити те, що ми маємо, щоб його не розгубити по дорозі. А далі йти внову з часом, з вимогами часу і принести знову ж таки якісь нові плоди, добри плоди для церкви. І це дуже важливо. Сьогодні починається, вже почалося, вже перші були засідання конференції поископів Рима Католицьких. Які основні питання плануєте порушувати? Що найбільш таке, не знаю, волюче, актуальне, чи тривожне, чи навпаки радісне? Чи ви би хотіли говорити? Ну, це таке планерне засідання. Тобто, планове, ми все заплановано. І є порадок денний, який передбачає, перш за все, частина першого була зустріч з Нунцієм. Ми почули від нього інструкції і якісь поради, як ми маємо співпрацювати разом з новим Нунцієм. І це теж треба зазначити, що ця зустріч була дуже добра, тому що він приніс нам таку надію і добре враження, що він дійсно вникає всі наші проблеми. Він знає нашу ментальність, відчувається, що він походить з тих самих держав і з того саме минулого, що ми всі, правда? І це було дуже приємно. Оце була перша частина, така дуже важлива зустріч з Нунцієм. А другої частини, ми вже приготували свої питання, душпастерські питання, праця орденів, сестер, монахинь. Ті матеріальні проблеми сьогодні, які нас дуже гноблять. Оце дійсно сьогодні дуже важкі проблеми в парафіях, в орденах, як утриматись, як прожити. І третє, як нам жити в цих умовах сьогоднішніх, не таких простих, і ще до того, в таких умовах ковіду. І на цю тему говоримо. Ці плани, які все зуплановили в порядку денному, ми всі будемо розглядати. І кожен єпископ представляє свої питання, які він приготував на конференцію. Так, як завжди. Ніби нічого нового, але дуже багато нового. Дуже багато нових викликів. І дуже багато питань, яким нам треба просто поговорити і якось вирішувати ці питання. У нас вже з'явився нонсій, отже, конференція єпископів може переобирати голову. Чи плануєте цього? Ні, це ще не все готове, бо в нас ще є одна недокінчена справа, це статут нашої конференції. Його прийшлося при минулому нонсію переробити і подати на перегістрацію. Поки цей статут не буде переострований, ми не можемо рухатися далі, так що будемо чекати. Але це не мешає працювати. Не мешає працювати так. Дякую, дякую, слава, Його Христосу. Дякую,